начинать всегда трудно бывает до аудитория такая разная москве у нас аудитория своеобразная когда приезжают да они уже знают что когда и зачем вот здесь аудитория еще такая которую надо размять немножечко до под качестве разминки я хочу вам сейчас вот не приступая к основной теме прочитать совсем недавние истории духовного рождения одной молодой 20-летней девушки вот как она дошла до жизни такой вот к 20 годам и как работая вот на этом пути недолго работая в общем то по времени она все-таки вот этот промежуточный очень важный этап родиться в духе она его реализовала а уж потом то что касается дальнейшей работы мы как раз вот по агенде матери будем говорить о том что же происходит после духовного рождения какие-то сказать внутренние преобразования психологические психофизические материальные происходит в нашем дескать теле в нашем сознании а вот момент духовного рождения это победа над смертью психологическая победа над тем что мы называем смерть эти обретение психологического бессмертия просто смерть сама по себе это нечто что мы куда-то на второй план отгоняем да где-то в подсознании это сидит мы живем думаю что мы будем жить вечно но пока только думаем да что будем жить вечно но вот так духовного рождения он доподлинно дает нам знать что то что мы называем собою всегда было есть и будет эту победа огромная победа но это еще и стартовая площадка действительно для обретения того что иисус назвал жизнью вечной вот духовное рождение это обретение царства божьего по иисусу это в общем-то обретение внутри себя божественной сущности той территории территории души на которой мы с вами уже так сказать становимся именно на этой территории происходит дальше вся основная работа по трансформации телесной психофизической в общем очень интересные переживания то что касается агенда матери агенда это повествование сам перевод агенда это повествование повествование которое дает нам возможность увидеть в нет деталях нюансах сказать казалось бы небольших не очень значимых для несведущего человека переживаниях огромные огромные . достижения связанные с наработкой в нашем тленном бренном теле той самой тонкой вибрационной структуры которая переходит на любой план сознания после оставления физического тела с сохранением ощущения индивидуальности собственной памяти когда мы думаем что без смерти это вот это тело наше бренное который будет жить там тысячу лет ну миллион лет да но все равно мир это распадаются эти физическое все рассыпается физическое каким бы оно ни было прочным твердым он гранит камень да смотрите что с ним происходит в пыль в прах обращается то есть не физическом теле бессмертие бессмертие на другом уровне она на вибрационном на уровне божественной вибрации вот в агенда матери это как раз история или повествование о том как после духовного рождения в нашем теле в нашем существе происходит действительно феноменальные фантастические преобразования я не случайно назвал это семинары семинары по агенде матери проживая агенда матери потому что большинство тех переживаний для который описывает мать в общем то я сам пережил переживаю и нахожусь опять в том состоянии который мне позволяет говорить об этом но с пониманием сознанием и я пытаюсь нормальным человеческим языком используя какие-то таскать ну будем говорить слова которые позволят вам хотя бы может быть пока приблизительно для кого-то более определенно почувствовать истинность того о чем идет речь что это не просто бред сумасшедшего что это не просто какие-то там найти фокусы галлюциногенного характера это совершенно сказать конкретные вещи которые мы испытываем и переживаем в нашем теле в нашей психике понятно а сейчас я вот эту для разминчики истории в этой молодой девушке вам прочитаю а потом приступим к основной теме семинара у каждого маленького человека есть большая мечта когда-нибудь вырасти и стать большим так и у каждого ребенка появляется мечта стать взрослым но обычно случается незаметно для самого ребенка и он пропускает этот момент перехода от беззаботного счастливого детства к серьезной напряженной взрослой жизнь жизнь начинает случаться с ним он пытается как-то с этим взаимодействовать и получается что в нашем обществе живут несчастные недовзрослые полудети несчастные недовзрослые полудети который вообще не понимает смысла существования для чего человек пришел на землю для чем мы живем таков смысл существования человечества вообще и конкретного человека если на эти вопросы не дать ответа внутренне то человек будет все время все время озадачивание все время будет какие-то ложные мотивы искать поведения в своей жизни понятно наверно если ты не понимаешь для чего ты живешь и сколько всяких крошечных смыслов по поводу того что мы живем для того чтобы продолжить рода для того чтобы какие-то техногенные революции совершить для того чтобы осчастливить будущее поколение там чтобы оставить людям это произведение искусства шедевр живописи там литература я не знаю но вот японский вариант показал нам да помните наводнение вот это когда люди и машины и дома как спичечные коробки смывались вообще-то сказать вот с лица земли ведь любой катаклизм физический который случается и случался на земле все это уничтожает до основания не в этом смысл существовать человека смысл существования человечества это приносить духовные плоды духовные плоды на тонкий план сознания чтобы человек уходя из тела сохраняя индивидуальности все то что мы называем собою мог на других планах сознаниях жить нормальной полноценной жизнью имея так сказать и силу божественную силу а сейчас мы карлики мы гномы какая у нас сила в чем кому-то модно бить извините либо там полететь на луну что толку от этого мы разве меняемся психологически у нас никаких изменений не происходит да и физически какие бы лекарства новые не изобретали мы все время об одном конце как бы мечтаем в конце концов когда устаем жить как бы перестать страдать да и вот согласие умереть это и есть искать вот финал человеческой жизни когда мы соглашаемся уже настрадавшись как все хватит да вот сама смерть вот ее истоки так что страхи сомнения и страдания это визитные качества человечества если мы с вами найдем правильный выход из этой ситуации если так сказать мы действительно будем работать в нужном направлении тоже здесь при жизни мы в общем-то избавляемся от гнетущего давления того что называется смертью от всех психологических страхов потому что король всех страхов и страх смерти нам понятно да а потом уже боязнь заболеть боязнь там несчастных случаев за детей за человечество от смерти только исходит она над всем над стоит и вот когда в момент духовного рождения это действительно преодолеваешь психологический барьер когда для тебя становится ясным что ты был всегда есть и будешь вот это огромная победа вот эта история этой девочки которая вот выброшена была в жизнь да в эту социальную среду как раз в эти лихие годы когда все обесценивалось вообще я тут иногда шучу говорят повесьте сейчас лозунг помните при коммунизме был человек человеку друг товарищи брат тебя за это посадят сейчас да могут посадить ваш посадят скажет вы что посмотрите на этот мир вообще издеваетесь что это как издевательство будет звучать поэтому сегодняшняя ситуация особенно при страшной поляризации сознания когда человечка дичает в прямом смысле слова просто дичает и небольшая часть вот этих недо взрослых полу детей готовых себя реализовать на духовном поприще не знает что им делать отсюда наркотики пьянство извращение все идет именно отсюда то что человек не понимает смысла собственного существования если человек духовно здоров если человек духовно одарен то он не видит выхода эта проблема которая приводит кризису вот эта девочка рассказывает да не до взрослые полу дети обычно ребенок это тот кто счастлив просто так с леденцом за щекой божьей коровки на маленьком пальчике с любознательными глазками которые ёркают туда-сюда поисках новых проказ и улыбок но почему я не могу быть бы ребенком больше почему я не могу быть счастливым спрашивает не до взрослый полу ребенок вышванутой в холодное продрогшие взрослые местами интеллектуальное общество местами вот она выбрасывается дети в этот мир просто выбрасывается что с ним делать те кто уже пожил в этом мире не какая-то адаптация мимикрии да они как пристраиваются этой жизни ребенка выброси вот в этот мир это конечно трагедия трагедия для духовно зрелых детей которые жаждут реализовать себя но не знает в чем каком направлении действовать таким же не до взрослым полу ребенком было я и спрашивал эти вопросы у меня всегда вызывал протест то что я должна быть кем-то расписывать свою жизнь по пунктам любить по заказу и ненавидеть по памяти смет я никогда не боялась просто искала подтверждение тому что я и так знала в глубине души что мне не нужно страдать и бояться не баба-ягу не корягу при свете луны я не хотелось чтобы мое воображение меня пугало я хотел и видеть чисто и ясно посмотрите смерти она никогда не боялась значит душа ее в прошлом воплощении будем так говорить она уже духовно подошла к реализации ну что-то недоделано было знаете мы зачастую вот близко-близко к тому чтобы что-то реализовать но надо чуть-чуть доработать вот эта доработка в ей требовалось это доработка и требовался путь она понимала внутренне что смысл жизни не в том чем так сказать сейчас говорят и что вещает об этом смысле в существовании она прекрасно понимала но в чем она пока еще не понимала как вот это чуть-чуть реализовать а вот она уже на той самой грани когда надо немного совсем капельку для того чтобы реализовать себя но чтобы увидеть самое простое кристально чистое прекрасное нужно было пройти достаточно долгий путь смотрите девочка маленькая до 16 лет в 20 лет она путь уже прошла и говорит что надо пройти долгий путь для нее это путь вот оказался вроде бы долгим смотрите как-то интересно это нам вот тем кто пожил на этой земле пройти и ей кажется что путь вот то что она делала путь достаточно долгий просто время для души практически ну не существует она вне времени а если душа близко на первом плане то вопросы времени вообще в них даже не надо говорить душа всегда молода поэтому независимо от возраста мы можем обрести вот то новое существование с новой молодой душой который всегда молодая всегда нова она не может быть старой душа старый быть не может она не бывает старой сейчас я понимаю что время потраченное в неведение просто относительно путь страдания временных побед он один так же как и путь свободы то есть ты либо свободен либо нет это не важно сколько времени ты не свободен ты просто не свободен я родилась в москве весной 1991 года я поздний ребенок мама родила меня в 38 лет да и то по счастливой случайности любящих родителей теплую крышу над головой и сухие пеленки при необходимости болезни смет также посещали наш дом но мы вместе с родными преодолевали это в пять лет у меня умер дедушка в 13 умер отец в 15 я перестал есть мясо в 18 умерла моя горячо любимая бабушка смотря сейчас на пройденный путь могу твердо сказать что меня вело что-то свыше и каждый атом каждое страдание каждой радости каждая смерть на этом пути были нужны для того к чему я сейчас пришла для смерти от прошлого смотрите вот вся наша жизнь она выстраивается если мы ретроспективно поглядим туда вот назад да она выстраивается как самые короткие самые нужные самые подходящие варианты именно для нас для того чтобы мы подошли к точке реализации вот главного что в этой жизни нам предназначен ведь у господа который безусловно безусловно ведет людей которые духовно одарены путь выбирает он самый короткий и вот наш кажущийся долгий и длинный путь это самый короткий вариант который нам был необходим нам был необходим может быть жесткий в чем-то может быть вариант экстремальный но именно для нас этот вариант самый кратчайший путь для того чтобы начать новую жизнь для того чтобы уяснить смысл собственного существования поэтому никогда не ропщите на прошлое что там было дерзкость не так надо было мне вот пораньше там что-то сделать вот ко мне некоторые люди подходят и говорят я в девяносто первом году так или в девяностом такие же книги читал как вы я вот там становился на путь вот приходит прошло 20 лет вот я говорю ну и что ну те же самые книги читали теперь убедились что читать и делать совершенно разные вещи читать взахлёб и интересоваться чем ты практически работать это разные вещи совершенно значит вам понадобилось еще 20 лет чтобы стартовать по-настоящему тогда вам попались эти книги да но вы почему-то не сделали нужного и важного шага почему не сделал не готовы были то что надо было еще пострадать походить где-то там понабивать шишек так что никогда не говорите по поводу прошлого прошлое самое замечательное прошлое и существует для того чтобы подвести нас к настоящей реализации никогда не ропщите на то что было как-то это не нойте на эту тему не надо это не время упущенных возможностей это ваша неготовность главному пока а какой готова тогда уж деваться некуда дальше ну чтобы умереть для прошлого нужно еще это прошлое получить и все свои 19 лет я занималась накоплением того что с радостью и мудростью сейчас трансформируется во что-то другое более тонкое и ясное ой чего только не было на этом пути в 19 лет она говорит что только не было и продолжает тут и трансфере к реальности трансфер не реальность это страшная вещь ищена если мороны дыр и огни йога это убойные вещи надо сказать если оттуда влезет то оттуда вылезти практически невозможно а девочка так вот чуть 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 и поняла не моё не моё не моё эти молодежь соблазняется на это просто соблазняется она ищет не то что легких путей она ищет таких экстравагантных путей знаете вот что-то такое из сложные абсолютно путь молитвы ну что такой путь молитвы люди не понимают вообще что такое путь молитвы путь молитвы долдони какие-то молитвы это и есть вариант работы отнюдь не так вот так что она прошла много и даже семитомник гарри поттера изучила чуть ли не наизусть но я не могла найти в этих книгах всех ответов в бога преподносимого мне обществом я никогда не верил он для меня никогда не был карателем за грехи наши а всегда был отцом любимым теплым всеобъемлющим и понимающим также я очень любила церкви особенно старый одинокий где ты можешь без укоряющих взглядов просто полюбоваться на икону любила тонкие войсковые свечи за обхлада она духовно одарена девочки явно шла путем молитвы в прошлом своем воплощении действительно только в старой церкви когда там никого нет когда за тобой не следят ты можешь получить вот вдохновение души потому что там каждый кирпичик напитан все-таки божественной любовью тех людей тех мастеров которые строили эти церкви которые писали иконы в древности потому сейчас все эти новоделы это пустышки знаете вот как погремушка ребенку там ничего нет мусор полного дела вот эти церкви и когда что-то происходит что-то происходит какое-то действие какое-то действие чем-то для меня все это с детства тоже у меня это было ощущение когда там что-то . делают это когда отпевает покойник вот меня бабушка взяла как-то вот в церковь и я вижу этих покойников с руссковыми лицами я ребенок и смотрю и вот эти песнопения вот вот это все мертво вот какой-то мед твой давайте я не скажу что там джазовая музыка должна играть но вот как-то в уныние тебя вводят и ты начинаешь страдать там слезы пускать умиление вот что-то искать витальное но это не душа это то что в общем то опять тебя из этой цепи страданий никак вывести не может вот я иногда раза два в год могу зайти в старую церковь ну есть у меня церковь куда я могу просто зайти и когда там никого нету так бывает что прихожу никого нет ну по счастливой случайности вроде бы сажусь и сижу там полчаса посижу меня никто не трогает потом какая бабуля или дядька приходит и начинает на меня так смотреть что-то я долго сижу ну мало ли может что задумал они вроде свечки там как переставляют что-то там гасят плюют на них там такие действия я понял что пора уходить всего я господь дал полчаса побыть вот просто посидеть в тишине все надо уже уходить нормально все вот она тоже про это самое что касается церкви люблю одна вот быть старой церкви посидеть немножечко вот пока никого нет и действительно ты ощущаешь на это присутствие внутренне с тишина звон идет стяжаешь дух вот он стяжается не только на причастие как бы вот только на причастие вы придет церковь можете жаду нигде в любом месте вы стяжать его не может так отвечают священники на вопрос когда как и где можно стяжать души очень простой ответ приходите мы вам его дозированно отпустим в раннем детстве мой крестный отец подарил мне книгу омон ра шалва монашвили я прочитал ее запоем проводя аналогии с мальчиком рак которому было всего 7 лет когда он потерял отца и начал изучать религию помогать людям но это книга такая ну такая полу фантастическая полусказка и я ее в руках подержал я вот раз увидел девочка нет прислал письмо а я оглянулся назад у нас в этом в москве вот мы в помоги себе сам в этом центре занимайся тут библиотека я что-то оглянул смотрел амонс и ра книжечка после его призы письма я сразу посмотрел на обложку подержал ее в руках это конечно книга такая который может пробудить что-то да но никак не руководство к действия просто душа просыпается каким-то образом начинать более активно поиск что существует нечто за пределами того что нам дается который может нам дать выход из создавшегося положения эта книга незримо подготовила меня к потере близкого человека и направил на дальнейший поиск после накопления некоторого опыта я поняла что иду в тупик что страхи обида и боль никуда не исчезает а становится сильнее что свежесть мысли вдохновение все реже посещает меня а в моей специализации дизайнеры иллюстраторы это очень нужные аспекты тут еще и болезнь моей бабушки болезненный умирающий человек всегда очень большой груз смотря на ситуацию сейчас я чувствую что вела себя по отношению к ней не так как она была достойна она отдала всю жизнь работая воспитательницы детском саду благодаря ней меня чуть позже начали учить меня чуть позже начал учить солнцем так как я сидела с ней дома и не ходила в детский садик она была одним из моих ангелов-хранителей но к сожалению ни я ни она не знали как себя правильно вести я обижала ее негласно обменяю моих неудачах обижала что она мне не дала нужных знаний о жизни что она и мама пустили меня в этот жестокий мир я даже обижалась на бога но и конечно бабушка тоже обязалась на меня и маму все это быстрому поиску выхода мне не подходили долгие многолетние практики я хотела жить уже сейчас жить уже сейчас жить как дышать понимаете вот работать какими-то практиками что эти практики дают результат когда ты практикуешь что-то да да ты свободен поток практик куда-то в паузе между практиками ты опять страха в сомнениях страданий то есть полная зависимость от метода как от наркотика метод что такое метод мы используем метод на начальном этапе чтобы установить связь с этой божественной силы потом метод должен быть отброшен человек не должен зависеть от метода его состояние свобода радости там я не знаю любви не должно к методу быть привязан как вот наркоману получает некое вдохновение до некую свободу при первом первых часах приема вот этой самой дряни но потом состояние уж углубляется и метод тоже он приводит к наркотической зависимости метод там выпархивания куда-то метод веселых практик там дыхание такое веселящее бодрящее то человек полностью зависим от метод ну какая тут свободы она понимала что долгие мучительные методические ухищрения это не для души то что должна получить правильный импульс развитию правильном направлении идти и тогда очень скоро очень быстро она действительно выходит на свободу мне не подходили долгие многолетние практики я хотела жить уже сейчас сердце жалобно выло и хотела вырваться она готова был либо сдаться ли бороться до беспрекословной и молчаливой победы на всех фронтах бог послал мне много помощников жизни в том числе и дгара мальчик который к нам ходит такой удивительный мальчик очень спокойный потрясающе спокойный мальчик с такой базой вот ровности на что база ровности это основа работы на пути и человек эмоциональными счет импульсивен если он нервозен это не база вот наша задача получить базовую ровность а уже на фоне вот этой базовой ровности все основное пресс вот этот мальчик очень такой ровный изначально он был практически самым главным раздражителем и самым понимающим человеком которого я знала я доверил ему все что только могла потому что чувствовал тем ли но и осознанно и он помог мне в этом также именно он привел меня к вам альсан василич сначала мне у вас не понравилось хотелось сбежать поскорее с лекцией домой делать дальше свои бессмысленные дела ну первый момент это она всегда воспринимает если что-то по-настоящему серьезная это всегда подбиваете в добро вас это полная ерунда давай иди там делай свои бессмысленные дела забывайся убивай время найти вот как внутри у нас есть такая вот личность до которая сомневается боится всего так сказать страдает добро и что ты тут будешь делать и вот она поскорее так сказать хотела избавиться от того что ее вводила в сомнение и я сходив на две ваши лекции решил что это не моё но через полгода сама потянулась к вам сократилось общение то есть выбросы вовне эмоции количество просматриваемых фильмов прослушиваемой музыки и произнесенных слов начала запоями слушать ваши лекции в метро дома в институте везде вот работала все свободное время она слушал лекции медитативно так я понимаю без полемики ума и тогда поток не начинал работать она ощущала действительно вот связь вот с этой силой просто слушая без полемики лекции вот мы сейчас если слушаем без полемики то наверное у многих этот поток обязательно функционирует он что-то делает да он не дает вам сейчас вот в данный момент вот в период наших с вами бесед сомневаться страдать бояться да вы не боитесь ничего не не сомневаетесь вот слушай меня не страдаете пошла с потоком связь не потому что вы меня слушаете вы просто в реальном времени здесь и сейчас вас идет эта сила вот та сила когда способна освободить человека должна его освободить я тут ни при чем просто ваше молчание ума вот слушание меня просто внимательное слушание без внутренней полемики дает вам возможность познакомиться с этим потоком и все я могу вам читать статью из газеты правда если будете мне внимательно слушать любую статью политическую у вас тоже будет этот поток вот в этом вот весь фокус но я стараюсь все-таки говорить еще о серьезных вещах да это тоже наверно ну помогает немножко далее